Кнауф это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с Кнауф. К третьему матчу полуфинальной серии Сибиряк и Газпром игра подошли в абсолютно разном состоянии. Новосибирцы со значительными кадровыми потерями и двумя поражениями. Югорцы с пустым лазаретом и двумя победами в активе. Однако, даже несмотря на свое неутешительное положение, новосибирские футболисты вышли на третью игру с одним настроем. Продлить серию как минимум еще на один день. Когда, конечно, проигрываешь два поражения сразу же, то есть все равно где-то тяжело в подсознании приходится. Но все равно они сегодня вышли, первый тайм они очень мощно начали. Где-то мы даже немножко и дрогнули, потому что у них моментов было побольше, чем у нас. Встреча началась для Сибиряка обескураживающе. Практически первая смыслная атака гостей завершилась взятием ворот. На третьей минуте Катата замкнул прострел Робинья на дальней штанге. К чести хозяев они довольно быстро пришли в себя и смогли выровнять игру. Подопечные Евгения Куксеевича имели все предпосылки к тому, чтобы отыграться еще до ухода на перерыв, но реализовать многочисленные моменты им не удалось. В ряде эпизодов Егорцев выручил звиатку Батадзе. В ряде Сибиряков подвела точность. Распечатать Егорские ворота хозяям удалось на 31-й минуте встречи. Решат Кутеров взял инициативу в свои руки и ударом из-за пределов штрафной смог сравнять счет. Правда, радость новосибирцев оказалась недолгой. Уже в следующей атаке Эдер Лима на дальней штанге замкнул прострел Кататы. Сибиряку предстояло все начинать заново, но сил на еще один рывок у команды не оказалось. Когда же на 36-й и 37-й минутах гости провели два мяча подряд, отличились Даниил Давыдов и Владислав Шехметов. Вопрос о том, за кем останется победа в матче и серии, был снят с повестки дня. Хотя бы сегодня мы в борьбе не так много проиграли, поэтому счет так долго держался такой скользкий. Потом уже где-то не дотерпели, где-то побежали отыгрываться и так быстро уже накидали нам. В концовке Евгений Куксеевич попытался спасти игру, выпустив пятого полевого, но голом ворота «Газпрома» это не привело. Гости же смогли один раз подловить хозяев и поразили пустые ворота. Эдер Лима оформил дубль и поставил жирную точку в этой игре. 5-1. Егорск получает путевку в финал. Мы решили все эпизоды, эпизоды, где соперник оказался просто мастеровитый, некоторых людей, которые у нас находились на площадке. Это факт. Очень непростой матч, очень трудно выходить из этого положения, когда было в 1-0 и потом в 1-1. Сибиряк действительно показал вот этот сибирский характер. Очень приятно для мини-футбола, это приятно посмотреть. Счет, конечно, немножко не соответствует игре, потому что игра была абсолютно равна. В серии за третье место Сибиряк ждет противостояние с Тюменью. «Газпром Югра» в финале сыграет с «Динамо». Впереди у команд недельный цикл подготовки, после чего в Суперлигу ждут самые важные матчи сезона. Юрий Землянов специально для стации мини-футбола России. Юрий Землянов специально для стации мини-футбола России.